Теперь некоторые водители могут задохнуть с облегчением. Еще недавно, всего три года назад, регистрационный знак типа 1А, или, как его называют, квадратный номер, разрешили устанавливать на задней части автомобиля. И вот на днях в ГОСТ внесли новые поправки. С 18 октября 2023 года допускается использование переднего регистрационного знака типа 1А регистрационные знаки для легковых грузовых автомобилей и автобусов в нестандартном местном креплении вместо регистрационного знака типа 1. Прямоугольные номера используют в основном европейские автозаводы, а вот на квадратные ориентируются азиатские автопроизводители. Для владельцев автомобилей с японскими корнями прямоугольные номера были настоящей проблемой. Поставить его на специальную площадку, которую предусмотрели инженеры, нельзя. Номер туда просто не влезает. Гнуть регистрационные знаки тоже запрещено, да и краску на двери или бампере легко протереть до металла. Каждый выкручивался как мог. Зато теперь квадратный номер можно изготовить легально всего за пару минут. Регистрационные знаки типов 1 и 1А отличаются лишь по форме. В остальном процесс изготовления одинаковый и проходит в несколько этапов. Набирается номер на клапраме соответствующий. И прессуется. Прессованную пластину останется прокрасить в специальном аппарате для терминтранспортной печати. Для пленка специально опять же спекается при высокой температуре. Квадратный номер подходит японским, американским и некоторым советским ретроавтомобилям. У них есть соответствующее нестандартное место крепления знака. За последние полтора года таких машин в Мордовии стало больше, говорят в центре обслуживания. В республику пригоняют модели, которые предназначены только для японского рынка. Но машины интересны и поэтому их все больше в европейских регионах России. А значит, квадратные номера пользуются спросом. Так как имеется возможность изготовить номера по вновь вступившему силу ГОСТу, то население, собственники этим активно пользуются, заказывают номера. Мы их изготавливаем и, соответственно, без всяких, так скажем, посторонних вмешательств, без проставок, без каких-то еще там выдумок народных, человек этот номер устанавливает в штатное место и спокойно ездит, не боясь его потерять. Внесение поправки объясняется неоднократными обращениями граждан, организаций и общественных объединений, сообщили в Росстандарте. Этот вопрос сейчас особо актуален, так как в рамках параллельного импорта появляется все больше транспортных средств иностранного производства. Раньше квадратные номера были разрешены только на задней части автомобиля. За нарушением водителям грозил штраф до 5000 рублей или даже лишение прав сроком до двух лет. Теперь же устанавливать квадратные номера можно и спереди по желанию автовладельца, но только если есть нестандартное место крепления знаков. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Наши новости.